Здравствуйте, дамы и господа, с вами Самир Азизи, и это Азизи-Подкаст. Недавно я сделал небольшое видео про Женебека Алимханулы, сразу после того, как я сделал живое комментирование боя Женебека Алимханулы и Василия Ломанченко на мейн-карте. Вы знаете, это видео очень много кому понравилось, и за это вам большое-большое спасибо, в особенности Казах Еле Улькен Улькен Рахмет, за все ваши комментарии, за все ваши отзывы. Спасибо, что поделились своим мнением о том, с кем должен Женебек Алимханулы встретиться в будущем, в бою. И, конечно же, просто за то, что вы подписались на мой канал. На мой канал более 500 человек сразу же подписалось после этого видео, поэтому вам за доверие большое-большое спасибо. Но это видео я хочу сделать по одной особенной причине. Много-много комментариев вы мне написали в моем видео, под моим видео, но один комментарий мне реально понравился. Это прям был такой очень комментарий, знаете, очень такой раскрытый. Он был про казахский стиль, и мне это очень понравилось, как мне как бы досконально попытался человек объяснить, что есть казахский стиль. И, по-моему, человека зовут Спортик Казахстанов. Так у него, получается, ник записан. И я хотел бы этот комментарий вам все-таки вживую прочитать, потому что, мне кажется, очень много мыслей вложено сюда, и, мне кажется, вам тоже было бы полезно. Поэтому я бы хотел вам прочитать про казахский стиль. Так вот, цитирую. Это Спортик Казахстанов. Вы ошибаетесь, когда говорите, что его стиль афроамериканский. Именно казахский стиль делает упор на технику. Стиль российский делает упор на функционалку и физическую силу. У узбеков тоже, как и у россиян, больше на выносливость, агрессию, большое количество выброшенных ударов, высокий темп. Казахи и кубинцы всегда делали упор на техническую составляющую. Правда, у казахов, в отличие от кубинцев, до последнего времени пренебрегали функционалкой и физикой. В последнее время стали подтягивать и этот компонент. А технику гены, я так думаю, речь идет о Геннадии Головкиной, несправедливо принижают. Если же посмотреть на процент соотношения защитных и атакующих действий, то гена, по подсчетам, почти так же эффективен, как Мейвезер и Канелла. Это было до появления Усика и Ломы, но он точно в лидерах по этим показателям, что говорит о его высокой технике. Просто и сила у него огромная. И поэтому его успех причисляют к его силе, игнорируя незаслуженно его технику. А это тоже казахский стиль. И три кубка Вэлла Баркера на последних шести Олимпиадах у казахов. Жиров, Артаев, Сапиев. Жиров, Артаев, Сапиев тому подтверждением. Когда-то бывший казахстанский чемпион мира Игорь Ружников чисто на технике переиграл молодого Роя Джонса. Сапиев в любителях не чувствовал соперником Эрла Спенса, обыгрывая его в одну калитку. Конакбаев, Джумадилов, Елюсинов показывали чудеса техники и ушли из бокса с лицами явно непобитыми и нетипично боксерским. Об этом не раз шутили советские и российские комментаторы. Об этом и хочет на весь профи мир заявить Жанебек. Так вот, ребята, вот такой вот комментарий. Мне очень понравилось. Очень такой, знаете, по полочкам разложил, как там ему в ответе написали. Поэтому реально я этот комментарий прикрепил к своему предыдущему видео. Но хотел я его вам зачитать, потому что человек реально хорошо все расписал. Что вы думаете об этом комментарии? Что для вас является... Чем для вас является казахский стиль? Пожалуйста, поделитесь. И, конечно же, напишите мне комментарий об этом под этим видео. Подпишитесь и поставьте лайк. С вами был Самир Азизи для Азизи Подкаст. Всем спасибо, будьте здоровы!